Коронный лайк защитит тебя от вируса, а подписка с колокольчиком не позволит заскучать. Посоветуй наш канал всем своим друзьям, и не забудь, что самый интересный комментарий выиграет путевку в видео. Возможно, именно ты станешь победителем в следующий раз. Короче говоря, снова карантин. Я радостно вернулся домой со школы, настроение у меня просто улетное. И нет, я не получил отличную оценку, и не закончил еще школу, и даже моя училка Светлана Говнидовна жива, здорова и невредима. Я радуюсь по другой причине, у нас в школе снова карантин. Ох, это же просто попенно, так мечтал о карантине. Тебе не надо рано просыпаться, про домашку можно забыть. И что самое главное, Светлана Говнидовна не будет капать на мозги. Впереди меня ждет шикарный отдых. А вот мой лучший друг Вадик, наоборот, очень любит школу, и никогда ее не прогуливает. Ну, не считая тех случаев, когда я заставлял его прогулять уроки со мной за компанию. Поэтому для него карантин, это настоящая трагедия. Он сильно горевал по этому поводу, и не знал, чем себя занять, в отличие от меня. Так как планов у меня куча, и для начала я решил хорошенько выспаться. Что? 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 Утро? Утро? Порошок? Вот я приколист. Какая школа? Она же закрыта на карантин. Ништяк. Вадик любил читать сильнее, чем спать. Поэтому вместо того, чтобы отдохнуть и насладиться отпадным карантином, мой друг зависал в книге. Эх, как же скучно дома, так в школу хочется. Даже читать надоело, уже десятый раз ее перечитываю. Могу закрытыми глазами сидеть, все равно каждую строчку знаю. Ненавижу карантин. Скучать дома не приходилось. У меня ведь есть два лучших друга. Приставка и компуктер. Они всегда помогут легко побороть скуку. И начну, пожалуй, с компуктера. Я запустил GTA. В игре у меня есть крутая тачка. Рад, что хоть где-то она есть. Я участвовал в гонках, выполнял миссии, и тут мне позвонил Вадик. Алло. Привет, Коля. Привет, Вадик. Ты что хотел? Да вот, хотел узнать, чем ты занимаешься на карантине. Чем-чем, отрываюсь, отдыхаю от школы, все просто опупенно. Эх, везет тебе. А вот мои дела спиять чуть хуже. Круто поболтали. Как я понял, у Вадика ничего серьезного. А у меня тут очень важная миссия, поэтому некогда мне с ним попусту разговаривать. Но не успел я пройти задание до конца, как вдруг меня потревожил мой брат. Коляныч, мне кажется, тебе пора закругляться. Брутончик, но я только начал. Мне по работе срочно нужно отчет сделать, так что давай быстренько освобождай комп. Блин, блинский. А может отчет подождет? Игры твои подождут. Эх, не, игры не подождут. Ну так уже быть, компуктер освобожу. Пойду к приставку порублюсь. Ну насчет приставки я немного поспешил. Как назло, джойстики разрядились. А ждать, пока они будут заряжаться, я не намерен. И тут вспомнил про Вадика. У него как раз есть компуктер. Отлично, выдвигаясь к другу. О, Коляныч, не ожидал тебя тут видеть. Ты просто с рукой сразу подпишу ко мне? Конечно, дружище. Ты отличный друг. Проходи. Коля, я думал, ты пришел, чтобы поднять мое настроение. Так и есть, Вадик. Вот, смотри, как я играю, Коля. И радуйся. Все, чтобы понятно. Друг называется. Хорошо, что Вадика есть ГТА. Теперь я могу спокойно играть, и брат меня не потревожит. Но грустное лицо моего друга не давало мне покоя. Поэтому попросил его улыбнуться. Хрена себе, у него стрёмная улыбка. Лучше не улыбайся. Видимо, поиграть сегодня не получится. Придется спасать Вадика с депрессией. Предложил ему заказать пиццу и посмотреть какой-нибудь кинчик. Мой друг обрадовался и сразу же согласился. Чего сидишь? Иди рассчитывайся. Коля, ну ты весь пригласил заказать пиццу. Я думал, ты ее рассчитаешься. Мне все, дружище. Яна, я на милее. Ну, мне тоже нет денег. Вот два балбеса. А зачем мы тогда заказали? Короче, давай просто не будем открывать. Хорошо. Кстати, у меня пельмени есть. Пельмени? И ты еще здесь? Давай быстрее беги варих. Давай, быстро. Пельмешки готовы. О, ништяк. О, а я еще за сметанкой спекаю. Давай, давай. Вадик, хочу сказать тебе. Пельмешки тюмовые. Ты что? И мои силы? Твои? Я вообще-то думал, что две тарелки для меня. Ну, все. Мое терпение лопнуло. И больше не приходи ко мне. О, Вадик дает. Не думал, что мой друг такой жадный. Но ничего страшного. Мои джойстики уже зарядились. Хе-хе. В скором времени я вернулся домой. Бросил куртку и побежал к приставке. Но спокойно поиграть у меня не получилось. Колянович, дед звонил. Просил, чтобы мы ему со стройкой помогли. А что он устроить собрался? Баню. О, баня, это надолго. Давайте вы лучше как-нибудь сами. Мне ведь завтра в школу. Уроки надо сделать. Какая школа? Она ведь закрыта на карантин. Хе-хе. Не надурить. А ты откуда знаешь? Твоя учительница звонила. Ну, спасибо, Светлана Говнидовна. Короче, собирайся. Как раз, думаю, за две недели и управимся. Твою ж баню. Теперь и я хочу в школу. Я заглянул список своих дел, которые планировал сделать за каникулы. Но все, на что я был способен, это играть с контру и спать. Поэтому решил исправиться. Начал читать список. Прыгнуть в парашют, там покорить эверея, засунуть голову в пасть крокодилу. Стоп! Я же не самоубийца. Хух, а что дел пока читал? Решил выбрать из списка что-нибудь полегче. О, приготовить шашлык. Да с этим любой дурак справится. Ой, а может и не любой. Вообще-то я не умел готовить шашлык, но я знал, кто мне в этом поможет. Обратился за советом к брату. Андрей все подробно рассказал. Я подготовил дроба, нашел бумагу и хотел разжечь огонь. Очкарик, ты дурачок? Шашлык на улице готовится. Так я знаю, я просто решил твои знания проверить. Интересно было, остановишь ты меня или нет. Блин, неужели мой опять на голову кирпич упал? Я собрал рюкзак и отправился на нашу дачу. Для шашлыка нужно мясо, но поймать кота мне не удалось. Ко мне на помощь пришел профессионал. Я рассказал чужу, что решил приготовить шашлык. И поэтому нам нужно поймать кота. Мой друг посмеялся, я не понял юмора. Ты решил приготовить шашлык из кота? Ну да. Ты вообще не разбираешь шашлыки. Нам не нужен кот, просто нужно найти собаку. Я подозрительно посмотрел на чужа, но он сказал, чтобы я не переживал. Ведь он спит в этом деле. Мы нашли собаку, но она укусила чужа за палец. Мы передумали делать шашлык из мяса. И тут мне в голову пришла грандиозная идея. А почему мы не можем сделать шашлык из огурцов? Почему не можем? Можем. Я нашел шампуры. Чиж уже ел огурцы. Напомнил ему, что огурцы еще нам нужны. Мы начали их нанизывать. Готово. Осталось найти мангал. Мангала у нас не было, но зато у нас был тазик. А там случайно не мангал? Тупанули. Через некоторое время шашлык почти был готов. И тут Чиж решил подлить немного водички. Но оказалось, что это был бензин. Поджарили шашлыки, Чиж. Где ты взял-то бутылку? В гараже? Понятно. Я расстроился, но Чижа огонь не остановил. Ты серьезно будешь это кушать? Ну конечно. Горячее с это не бывает. У меня есть одна очень большая просьба. Я слушаю. Давай больше никогда не будем готовить шашлыки. Каждая бабушка такая. Ну что, нет времени объяснять. Пойдем кушать. Бабуля, я не голоден. Не огорчай меня. Похоже хоть чуть-чуть. Ну ладно. Приятного. Бабуля, там много. Я сказал окушать. Воду, воду. Молодец. Кофе, кушай. Запомни. Нельзя просто так взять и у тебя от бабушки не покушав. Но ты не переживай, я помогу тебе. Добойся на тарелку. Тарелку гони. Убери. Убери. Молодец. Спасибо. Пока. Пока. Суперчись. По телевизору одни наркоманы. Ну что, какие ужас. На тебе что, собаки напали? Бабуля-то просто так модно. Не, это вовно какое-то. А ну и снимай штанишки, я зашлю. Давай. Бабуля, это крутые джинсы. Я сказал. Быстро снимай мои штаны. Ладно, ладно. Да не бойся, внучок. Это зажигалка. Ну, что не я все равно зашлю. Хорошо. Каждая бабушка такая. Как же круто. Целую неделю я буду один. Бабуля. Привет, внучок. Ты покушал? Да, покушал, бабуля. А дверь на замок закрыл? А я же закрыл, закрыл, бабуля. А, спать, скоро пойдешь. Так еще только 6 часов. Уже поздно. Иди спать. Бабуля. Бабуля. Хай, не стоишь у тебя. Заботливая у меня бабушка. Ой, дорогоныш. Каждая бабушка такая. Лучшее поставят лайк и подпишется на канал. Что ты так делаешь? Ага, это я истории снимаю для инстаграма. Какие сто грамм? Ого, господи. Пят ровно устанет за смеи. Внучок алкоголик. Каждая бабушка такая. Внучок. А? Внучок. Ага. Я тебе сейчас денюжку дам. Купи себе все, что хочешь. Сначала куплю себе айфон, потом приставку, ну и наконец-то ноутбук. Вот, внучок, держи денюжку. Спасибо, бабуль. Рубль это очень много. Ни в чем тебе не отказывай. Ага, спасибо, бабуль, спасибо. Каждая бабушка такая. Алло. Ну что, ну ты скоро? Котлеты остынут. Да, я скоро приеду, бабуль. Ты только тепло оденься. А то на улице ураган. А, хорошо, я понял. Да, бабуль, давай. До встречи. Спасибо, бабушка. Каждая бабушка такая. Сегодня Петровна захотела. Ага. Сказала, что ты ей понравился. Бабуля, Петру мне под 80, она уже застарает для меня. Ай, да. Придется разжаровать Петровну. Оленька. А? Сегодня Петровна заходила. И говорила, что я ей понравился. Откуда ты знаешь? Уже слышал эту историю. Коленька. Сегодня захотела Петровна и Гаврила, что я ей понравился. Да. Наверное, мой внучок экстрасенс. Каждая бабушка такая. Я тебе приколью. Давай, да-да-да. Я. Андрюш, я тебе подарок привезла. Пойдем по меру. Ну, бабуль, я играю. Я сказала быстренько. Такой же ты у меня красивый внучок. Да, бабуля. Прямо альфа-самец. Спасибо. Классно подарок. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик. Потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе. И до новых встреч. Пока. Пока.